Воздух, вздропу, выстрел, дым, На старых деревьях обрублены сучья, А я еще жив, а я невредим. Случай? Туман, а нам идти в атаку, Противна водка, шутка не остра. Бездомную, озявшую собаку Мы кормим у потухшего костра. Мы нежность отдаем с неслышным стоном, Мы не успели нежностью согреть Ни наших продолжений нерожденных, Ни ту, что нынче может овдоветь. Мы не успели, день встает над рощей, Атаки ждут машины меж берез, На черных ветках оголенных, тощих, Холодные цепочки крупных слез. Не придумано. Не надо было придумывать. Утро, туман был. Я помню этот день октябрьский. И я знал, что будет. Я знал. До этого мы сидели в танке, Обедали, И болванка чипнула по башне. И я сразу подумал о рации И пошел к командиру батальона. Я говорю, товарищ гвардий-майор, Разрешите проверить рацию. Нельзя. Ну я ж первый выехать должен. По мне ж будут равняться. Мне рация нужна. Нельзя. Идиотизм. Нельзя было включать рацию. Понимаете? Я думаю, что, наверное, нельзя было включать рацию не столько против немцев, как боялись, что мы будем слушать чужие голоса. Это я только сейчас подумал. Тогда мне так в голову не приходило. Короче говоря, я поехал без рации. И я знал, что будет плохо. Но было не просто плохо. Было ужасно. Вот так. Когда из танка Смерть перехитрив, Ты выскочишь щуной За миг до взрыва. Ну все, решишь. Отныне буду жив В пехоте, В безопасности счастливой. И лишь когда опомнишься вполне, Тебя коснется истина простая. В пехоте тоже плохо на войне, Пехоту тоже убивают. Есть у моих товарищей танкистов, Не верящих в святую мощь брони, Беззвучная молитва атеистов. Помилуй, пронеси и сохрани. Стыясь друг друга и себя немного Пред боем, как и прежде на Руси, Безбожники покорно просят Бога. Помилуй, сохрани и пронеси. Еще раз. Генеральская зелень елей И солдатская хаки дубов, Никаких соловиных трелей Про всесильную страсть и любовь. Солнце скрылось, не выглянув даже, Тучи черные к лесу ползут И тревожно следят экипажи За мучительным ходом минут. В тихих недрах армейского тыла Впрок наш подвиг прославлен в стихах. Ничего, что от страха застыла, Даже стрелка на наших часах. Сколько будет за всплеском ракеты Посылающим танки в бой Недолюблено, недопето, Недожито мной и тобой. Верю я, в мирной жизни едва ли В спешке дел кабинетных сотрут. Тех, кто здесь, на исходной, Узнали бесконечную тяжесть минут. Потрясающе. Еще, 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 еще. Просто потрясающе. Зияет в толстой лобовой броне Дыра, насквозь прошитая болванкой. Мы ко всему привыкли на войне. И все же возле замерзшего танка Мою судьбу. Когда прикажут в бой, Когда взлетит ракета смерти сваха, Не видеть даже в мыслях пред собой Из этой дырки хлещущего страха. Понимаете, это дневниковая запись. Это же просто дневниковая запись. Ничего не придумано. Это не написано. Надо было так сказать. Надо было так выразить. Это же тут же каждая строчка, Как удар кувалдой по голове. Не знаю. Я несколько раз читал о том, Что, значит, Вот написал одно стихотворение Мой товарищ в смертельной агонии, А все остальное мусор. Иван, а кто знает все остальное? А? Кто знает все остальное? Ну, Евтушенко же знал. Ну, я не знаю, что знал Автушенко. Но я его однажды сбил с ног. Он сидел здесь, И я ему начал читать стихотворение Николая Панченко. Девчонка парикмахершей работала, Девчонку изнасиловала рота. Ей в рот портянки грязные совали, Печали, Кресили непечатными словами, Сорвали гимнастерку с красной ленточкой. Была девчонка ранена в бою, Девчонку мы в полку назвали деточкой, Невенчанную женщину мою. Он сидел, обоблел, Он не знал этих стихов, Не имел о них представления. Интересно, Николай Панченко мне прислал свой однотонник. Это ему должно было понравиться. Что? Это ему должно было понравиться, Евтушенко, Потому что, вы понимаете, Не для стихов. У каждого поэта свое. Дела такого рода, Но это была Власовская рота. Мы женщину забыли в отступлении. В пяти верстах догнала злая весть. Хоть в петлю весть не будет пополнения, Полсотни душ был полк разбитый весь. Ну и так далее. Я его спрашивал в письмах, Мы переписывались с ним. Николай, почему этого стихотворения нет Ни в одном вашем сборнике. Даже не ответил. Даже не ответил. Вот самое. Какие реветы. Я эти вот белыми зубами Откусывал, как ряпы-кадыки. Скажите? Да, но... Вот такое. А хотите, я вам еще прочитаю Одно стихотворение Люси? Конечно. Что значит хупа? Знать мы не могли. Слепые атеисты, без осечки, За жалкие последние рубли Купил я обручальное колечко. Ни свадьбы, ни жилища, В шалаше, как говорится, Счастье отмечали. Такой алмаз любви Сиял в груди, Что скромности кольца Не замечали. Полвека с лишним Быстрая река, Когда в субботу Зажигаешь свечки, Любуюсь, Как красивая рука Сверхдрагоценным Делает колечко. Вчера мне позвонила Моя однокурсница Люся и Юрка, мой сын, В книгу Мои однокурсники Решили вписать Речи мои На наших встречах. Это бред сивой кобылы, Понимаете? Например, Самая Нас в мир спихнула Альма-Матер, Года летят В ушах свистя, И вот мы вместе, Как когда-то, Всего лишь двадцать лет спустя, Стройный все так же И красивый, Все так же зычен Юный клич, Но почему-то Мерен сивый, И в перемешку Старый хрыч, Порой нам в спину ударяет Тела сагбяная круша, Хотя наш возраст Исчисляет Двадцатилетняя душа. Любимец курса С пышной шевелюрой Сидит сегодня Лысыно и блестя, Бильярдный шар В месилище культуры Сверкает Двадцать лет спустя. Я погружаюсь В прошлое Все далее Свидание в парке Словно наваждение Увы, Моя любимая Тонкость талии Сейчас заменит Тонкость обхождения Ну и так далее Вот такие Или Настаж Сорокопятилетний Рисует нам Такой портрет Два подбородка Тяжким грузом Блестит Просекой Лысый лоб А разглядеть, что ниже пуза Возможно только в перископ Обозреваю без восторга Хоть умоляю Хоть плачь Хоть вой Но бывший детородный орган Сейчас лишь только мочевой И даже гинеколог Цвеер Который нынче сексолог При всем желании не сумеет Его нацелить в потолок Об этом говорить неловко Лишь размышлять наедине Что, мол, не все добро в головке Аж такое, что есть в голове Но и в мозгу Склероз скрепится Немало у него примет Порой, когда идешь к девице Забудешь вдруг такой предмет Ну и так далее Ну вот такие Понимаете? И таких 12 стихотворений Будьте здоровы И они решили их поместить сюда Вот забавно Но больше того На четвертом курсе я написал Поэму «Эмбрионада» Это единственное мое Литературное произведение Которое вообще было известно Во всех 88 медицинских институтах Советского Союза Кроме того, я получил гонорар Я получил пятерку По акушерству и гинекологии Без сдачи экзамена Написал профессор Ой, строгий Случайно Поэма посвящена ему Причем я начал с посвящения Я писал на обложке тетради На комсомольском собрании На котором меня заставили Коммунистам присутствовать А мне было И я писал Ни бой быков Сюжет поэмы Ни смерть бедняги Пикадора Зачатие Вот эта тема А посвящаю Теодору Людвиг Борисович Теодор Профессор Следующий И дальше шла поэма То есть я писал От зачатия до рождения ребенка И они взяли и поместили в книгу Вчера звонит мне моя однокурсница Сима Барак Я говорю Я ее перевела на английский язык Разреши мне опубликовать Я говорю, нет Нет Сима Ты не могла ее перевести на английский язык Даже если бы ты знала английский язык Как знал его От Шекспира До Шоу Ты бы не могла этого сделать Ты стихов не умеешь писать Я перевела Пусть твой сын придет ко мне и прочитает Короче, мы поссорились с ней Я ей запретил публиковать Я ей объяснил, что вот В переводе на иврит Два перевода стихотворения Мой товарищ смертельной агонии И оба не годятся Ну как я могу потребовать от переводчика перевести Если здесь рифмы, то самое, валенки, маленькие В иврите нет такого Нельзя этого Это трудно Причем, когда переводчик, поэт Уровня, скажем, Семена Липкина Умеющий Рубать стихи Он это делает Он профессионал И то Не всегда получается то, что было в оригинале Осколками И схлестаны Осины Снарядами Растерзаны Снега А все-таки В январской яркой Синей Покрыты По золотой Облака А все-таки Не баталист А лирик В моей душе И в сердце И в мозгу Я даже в тесном Т-34 Не восторгаться Жизнью Не могу Так хорошо В день Ласковый Погожий Так много Теплой Ласки У меня Что Бархатистой Юной Женской Кожей Мне кажется Шершавая Броня Чтоб Радость И любовь Цвели На свете Чтоб Нежности В душе Не убывать Я еду В бой Запрятав Чувства Эти Безжалост Сжигать И убивать И меркнет День И нет Небесной Синий И неизвестность В логове Врага Осколками И схлестами Осины Снарядами Растерзаной Снега Это стихотворение На украинский язык Перевел профессиональный Хороший поэт Микола Руденко И я спорю с женой Я говорю, что перевод Лучше оригинала Жена не согласна Оригинал-то замечательный Оригинал-то замечательный Да Такое мощное стихотворение Украинского языка Вы не знаете? К сожалению, нет Вот я бы вам прочитал Вот как на украинском языке Это звучит Как это написал Профессиональный поэт Не я А профессиональный Осколками Рассичени О сыны Снарядами Разметани Снеги Але цієї грязної години В години Від сонця пада Промін на луги Мої думки Не наче птиці Зранку З'їмаються Під небо У політ Я навіть У простреленому танку Благословляю І життя І світ Бо день Стоїть Блакитний Над балками Вібрав я в себе Ласку цього дня І юними Жіночими Щоками Мені здається Смалина Браня Щоб радість І любов Цвіли На світі Щоб ніжність У душі Не вмивати Туди я їду Де вогні І злиті Щоб ворога В бою Перемагать Згасає день Пірнають В тьму Долини Замовкли У берлозі Вроги Замовкли 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 Підкрасила Замовкли 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 Уже в тылу Замовкли Немці Ушли Всех Без единого Выстрела На следующий день Смерть Смерш Арестовал Шастина Весь Госпиталь Весь персонал Все раненые Написали Письмо Шастин Получил Одиннадцать Лет Лагерей Строгих Лагерей Как он себя Вел в этих Лагерях Самое Но что Интереснее всего Как он Рассказал У него был Большой Хирургический Набор И когда Его перевели В особо В особый Лагерь Вдруг Там оказался Этот набор Зэки Каким-то образом Передали его Это удивительно Его Значит Он должен был Взял Кирку Должен был Корни Подруговать Чтобы вытащить Самое Бригадир Подошел Брось Кирку Я должен Норму Выполнить Выполнишь Садись Нечего руки Портить Да Он Когда он Пришел И под Матрасом Увидел Большой Хирургический Он Заплакал Он Не представлял Себя Такого Он Оперировал Генерала Апендектомию Делал За его спиной Стоял Кто-то В халате С погонами Под халатом Где аппендицит Ну Аппендикс Бестактин Но симптомы были Все Шастин Вам и строгих Лагерей мало Ну что ж Придумаем Вам что-нибудь Другое Да Однажды Да Он Ломал Ампулу кофеина Высасывал И курил С его сердцем Я ему Сказал Как Владимир Владимирович Ну что вы делаете Вам же нельзя Вам же это Противопоказано И он Дорогой Мне все Противопоказано А жить Под этим Правительством Мне не Противопоказано Которое Делает С моей Страной То что Она Сделала А ведь Я был Так Таким Железобетонным Коммунистом И он Мне это Говорил Представляете себе Вот это был Владимир Иннокентий Шастин Вот ему Я прочитал Это стихотворение Первый Кому я прочитал Я его ночью Написал И прочитал Ему Языковый Барьер То что я Написал Недоступно Ни внучкам Ни внуку Как запомнят Меня Как любил Как ласкал Как вводил Постепенно В науку Или Только Порой Распивая Чаи Вспомнят Вдруг За семейным Обедом Ни стихи Ни рассказы Ни книги Не мои А салат Приготовленный Дедом Мои внуки Очень любят Салат Так называемый Оливье Одно Никакой не Оливье Салат Который я им готовлю Но Сейчас Появилась Книга Перевод Книги Я весь Напальзамирован Войною На Иврит Так что Они уже могут Прочитать Амплитуда Появился На Свет Не по Собственной Воле И Совсем Не по Собственной Воле Уйду Но По Собственной Воле Вспахал Своё Поле И Посеял На Нем И Добро И Беду Между Злом И Добром Колебанье Доколе Наслаждаюсь В раю И Страдаю В Аду Что Ж Родился На Свет Не по Собственной Воле И Увы Не по Собственной Воле Уйду Никто Ещё Золотые Слитки Как Украшения Не Надел Бывают Пытки От Избытка И Славной Скромности Удел Душе Отрада Сердцу Сладко И Уползает Горе Прочь Когда Из Малого Достатка Возможно Ближнему Помочь Вот Это Возникло Я Задумал Ну Зачем Человеку Миллиарды Ну Зачем Человеку Миллионы Мне Хватает Пенсии Моей Понимаете Так Зачем Это Нужно Внук Мне Как-то Сказал Ну Ты Мог Быть Миллионером Мог Зачем Зачем Как Карда Леопарду Зачем Компоту Шампиньон Зачем Особе Миллиарду Когда Избыток Миллион Вот Это Я Знаю Века Русской Поэзии В Антологии Русской Поэзии В Перечне Поэтов Золотого Серебряного Железного Века Упомянута И моя Фамилия У стихов Не метала Основа А любви Сострадания Река Но Возможно Для Красного Слова Обозвали Металлом Века Перстни Серги Колье Побрякушки Для сравнения С поэмой Плохи Тех Возглавил Неистовый Пушкин Кто писал Золотые Стихи Шли Года Продолжались Поэты Не тускнело Творение Добро Но Решили Сценители Это Все же Не золото А серебро Что Алмазы Что Золото Креза Для культуры Избыточный Жир Создан Нынешний Мир Из Железа Без Него Как Без Воздуха Мир Но Кровава Рука Антитезы Громоздятся Убитых Валы Гильотина Она Из Железа Из Железа Куют Кандалы А Поэт Соответствует Веку В тюрьмах В ссылках В беде На войне Очень Трудно В наш Век Человеку Даже Будь Он Железным В Войне Вероятно Поступок Бессмыслен У меня Ведь Не Лира Костет По ошибке В поэты Зачислен Как Железного Века Поэт Класс Ты холера Куда делся Плоток Вот А вот это Стихотворение Оно Выражение Моего Мировоззрения Понимаете Дело в том Что Будучи студентом Медиком Я знал Жизнь Это Существование Белковых Молекул Вот Вот так Меня Учили И по Мере Моего Взросления Учения Ну Что Такое Существование Белковых Молекул Это 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 И появилось Такое Стихотворение Что Что Значит Жизнь Возможно Стихотворение Скажи мне Боже Должен Ли Покаяться За то Что Заповедь Нарушил Не Убий Солдат Я Делал Все Что Полагается Не Знал В ту Пору Точно Кто Лютер Кто Пий С Владенчества Запуган Синагогою Костелом Церковью Равинами Попом Шагал К высотам Верною Дорогою Как Прочно В детстве Убежден Был В том Незнание Скажешь Ты Не Оправдание Да Соглашусь От этих Слов Уже Устав А как Быть С Командирским Приказанием А для Чего Впитал Я Боевой Устав Как Уберечь Себя От Многотонного Свинца И Стали И Взрывчатки И Огня Тобой В скрыжалях Нет Незапрещенного Вся Эта Смерть Была Нацелена В Меня Спасибо Ни на Миг Не Прекращается Сейчас Я Знаю Ты Меня От смерти Спас Но Господи Обязан Ли Покаяться За то Что Не Убий Я Нарушал Не Раз Так Думал Я И Так Писал Незнающий Что В Торе Есть Ответ Лишь Только Смысл Лови Что Меч Обороняющий Карающий К убийству Не Причастен Даже Весь В Крови Слова Слови Исторы Без Изъятия Два Разных Слова На Иврите Тысячи Лет На Русском Для Убийства Есть Понятие Но Слова Точного Для Двух На Русском Нет Хагира В Рецех На Иврите Два Разных Слова Я Успокоился И Хватит Ночью Маяться Осмысливать Что Я Зверея Совершил Совершал Нет За Войну Не Надо Мне Покаяться Ведь Заповеди Я В Бою Не Нарушал Засыпаю Под Звуки Веселого Птичьего Пенья Значит Я Ища Жив Возвратил Он Мне Душу Мою Или Может Быть Просто Прости Все Мои Прогрешения Поселил Меня Грешнего В Благословенном Раю Но Включаю Приемник И Дивное Пенье Из Сада Заглушает Известий Зловонья Хлестнув Через Край Да Я Жив Я Проснулся В Реальности Сущего Ада А Ведь Мог Бы И тут На Земле Нашей Царствовать Рай Ко Дню Рождение Расцветает Сирень К Моему Дню Рождение Виноват Не во Времени Верным Глагол Расцветала Сирень Словинное Пение Кусть Персидской Сирени Из Сказки Пришел И Ребенку Намек Может Лириком Встанешь Если Всем Существом Восхищаться Не лень Ах Как Пахнет Сирень Под Росой В Майской Рании И Тюльпаны Спешат Расцвести В этот День Но Еще Не Успев Распрощаться С сиренью Запах Кленья Цвет Крови И Буйство Огня Может Быть Вспоминал Я Сирень На Мгновение Но Для Лирики Не Было Светлого Дня Ведь Весь В полезных Трудах Не Сегун Ты Для Лени А В Душе Памят Детства Стыдливо Храня Тосковал По Безумно Цветущей Сирине И По Лирике Что Не Догнало Меня Весомость Любви Любовь Вулкана Извержения Бурлят Потоки Магмы Круто Любовь Супружества Рождение С любовью Страсть Совместно Бруто Но Лет Срываются Страницы Уже Бурления Магмы Нету Лишь Нежностью В душе Теплица Любовь Весомее Хоть Нету Вы Знаете Странная Вещь На Мертвом Море Что Что Ни Было Вот Даже Сейчас Мы Были На Мертвом Море Знаете Настроение Не для Стихов И Состояние Не для Стихов И то Стихи Появились Это Относительно Старые Стихи На Мертвом Море Стихи Одиннадцатилетней Давности Я в невесомности Блаженствую Велее Будто Не в воде В нем Тело Грешное Божественно Но Вот Душе Блаженства Где Плутал Путями Незнакомыми Паром Не зная Что Плохи Эх Если Б Сделать Невесомыми Мои Стотонные Грехи Ни к чему Поклонение Флоре Где Пустыней Безмолвенно Скал Бирюзовое Мертвое Море В рыжей Рамке Задумчивых Скал Из души Словно Грязь Выметаешь Эгоизм И без Верие И ложь С благодарностью Вдруг Ощущаешь Что Всевышним Беседу Ведешь И в сознании Внедряется Вскоре Что Творец Для моления Создал Бирюзовое Мертвое Море В рыжей Раме Задумчивых Скал Вот Пой Своё Я вижу Продолжение Броня крепка И танки наши Быстры Как Литкин Юности Гранила Бумага Бумага Прославлен Прославлена Крепкой Бронёй Меркова И точен Огонь Инеистов Но скромно Без пафоса Сбиты Слова В напеве Израильских Танкистов Мотив Этой песни Торжественно Напрос Слова Как В молитву Ложатся Весь Мир Это Очень Узкий Мост А главное Ничего Не бояться Коль Галам Куло Гешер Цар Меот Гешер Цар Меот Гешер Цар Меот Коль Галам Куло Гешер Цар Меот Гешер Цар Меот Ве Га Икар Ве Га Икар Лоле Пахет Лоле Пахет Лоле Пахет Лоле Пахет Пахет Песня Израильских Танкистов Как я Ее Люблю И вот Пять тысяч Чемен На гранитной Стене Израильских Танкистов Каждое Имя Вот я Недавно Получил Из Серпухова Дорогое Письмо От двух Сыновей И дочери Моего фронтового Друга Антона Сердечьева Они Счастливы Что вот Сейчас Семидесятилетию Под Кенисбергом В Калининграде Поставлен Памятник И на памятнике Появилось Имя Гвардии Лейтенант А. Д. Сердечнев А сколько Вот я Написал Рассказ Танк О Танке Который Вот Раскопали В Ростоке Сейчас И немцы Его Поставили Как памятник У себя И похоронили Пять танкистов Понимаете Только Сейчас Через Семьдесят Лет Вот Почему Я написал Это Сихот Дрение В январе Сорок пятого Года Было У меня Сихотворение Где были Слова А все-таки Не баталист А лирик В моей Душе И в сердце И в мозгу Тогда На фронте Был О жанре Я неточен Увы Не стал Певцом Красы Прелестных Жен Все В той Же Боли В бедах Тех Сосредоточен А лирик На войне Дотла Во мне Сожжен Но Впрочем Вправе Я сейчас Судить Об этом И Сожаление Маскировать Смешки Ведь Я Рожден Чтоб Стать Врачом А не Поэтом Какая Разница О чем Писать Стишки Что героизм Все в мире Относительно Возможно ли Словами Передать Как на исходной Ожидать Мучительно Где Так Не просто Трусость Переждать Врага Ножом Ударить Не Рыгали Ли Дыхание Не Спирал Ли Страх О ком Не Должно Ли Когда на Нас Рыгали Признать Себя Лжевцом И Должником Не Должно Ни Под Начкой Ни Под Кусами Не Провратить Пережитого В Прах Да В мирной Жизни Мы Бывали Трусами Но На Войне Преодолели Страх Замечательно Моя Аудитория В боях Нечаянно Рожденный Сих Пи Это Неумелого Не Троньте Я Был Одним Из Самых Молодых В Среде Моих Читателей На Фронте Они Любили Созданное Мной Хоть Редко Просветлялась В нем Удача Но Вместе Пережитый Нами Бой В Приеме Был Таким Как В Передаче Вся Жизнь Все Чувства На Одной Волне От Драпа До Победного Разгрома События На страшной Той Войне Сейчас Воспринимают По-другому Не Ко Двору Теперь Тот Старый Стих Друзей Почивших Вспоминаю Чаще И Нет Почти Читателей Моих Кому По-нраву Стих Кровоточащий Смысл Молитвы Забавная Вещь Я Поздно Узнал Что В Торе Это Есть А ведь Я Тор Узнал Но Как-то На это Не Обратил Внимания И только К старости Вот Когда Из меня Начинают Выходить Стихи Посвященные Моей Жене Я вдруг Это Вспомнил Смысл Молитвы Проснувшись Голос К небу Обращал Спасибо Что Создал Меня Мужчиной А Смысл Молитвы Поздно Осознал Уже Седой Уже Летав Морщинах Я Благодарен За Мужскую Стать Но Только Лиц Женой Чего-то Стою Будь Женщиной Сумел Бы Я Познать Подарок Этот Жить С Такой Женою Небев Очень Люблю Небев Осетры Омары И Дыни И Это В Пустыне В Пустыне И Прелесть Глицинии В Безводной Пустыне Все Это Обыденно Ныне В Израильской Пустыне А А Чудо Пустынии Мистичность Пустыни Сложнейшие Темы Простыни Предстали В Пустыне И Гнев Справедливый Остынет Разумно В Пустыне Амбиции Ловушки Пустыне Мельчают В Пустыне Гордыня С Развалкой Гусыни Нелепо В Пустыне И Жизнь Начинаешь Отныне Согласно Пустыне Бесхитростно И Без Гордыни Законом Пустыни За Мудрую Школу Пустыни Спасибо Пустыне Встреча В Марианске Лазни Мы Встретились На Людном Променаде Ваш Памятник Живою Плотью Стал Большой Поэт Простите Бога Ради Что Чужеземец Просто К вам Пристал Поет Фонтан Курорт Опутан Негой Несмело С постамента Вышли В свет Хотел Бо Вам Представиться Коллегой Но К сожалению Нет Я Не Поэт Всевышним Назначаются Поэты Величина У всех На свой Аршин Я Лишь Поклонник Ваш Великий Гетэ Одна Из Поэтических Вершин Ни Йоты Вас Воинственности Прусской Страфу Не Отягчал Вестфальский Груз Еврей С любовью Вас Представил Русским На музыку Вас Перевел Француз Здесь Не было Бювета Ваши Годы Не восхищал И колоннады Фронт Больные Просто Ехали На воды И Разумеется Блистал Бомонд Троллейбусы Машины Все Соблазны Над Чем Еще Остановить Свой Взгляд Печальны Вы Вокруг Марианнский Лазни Красиво Но не Ваш Марианнбад Я Знаю Как Жилось Вам И Служилось Мир Изменился Непривычно Вам Девчонка Вам Предельно Обнажилась Спокойней Гетте Вам Не По Годам Но Прелесть Прелесть Е Туманят Очи Представить Маргариту Вот Такой Впервые Муж Лишь В первой Врашной Ночи Был одарен Подобной Наготой Цилиндр Где Где Жар Корсетной Стяжки Где Книксены Где Лос Почтенных Слов На Стариках Цветастые Рубашки К тому Ж Почти Совсем Без Рукавов Но А Шестов В лесу Все Так же Скрыто Все Так же Солнце И Туман И Дождь И Рядом С Чешским Русским И Евритом Преобладает Ваш Любимый Дойч Нацистом Эфистофель Был Не Страшен Здесь Наци Для Себя Создали Рай Как Всюду Где Прошли Потомки Ваши Мэриен Бад Стал Тоже Юден Фрай На Пряжках Фраза Поклонение Богу Над Немцами Мол Длань Свою Простер Сожгли В Мариен Баде Синагогу И Книги Гейне Бросили В Костер Еврит Убиты Местные Евреи А Русский В прошлом Слышен Был Стократ Лечил Подагру Сплин И Гонорею Приехавший Приехав Из Москвы Аристократ Но Возвращен Еврит Неудержимо Его Израильтяне Привезли Здесь Летом Проживаем Нашу Зиму Курортники Жильцы Святой Земли Оптимистично В городе Звучащий Утраченного Русского Возврат Израильтянин Русскоговорящий И Новый Русский Не Аристократ Европа За Грехи Европе За Грехи Пророчат Казни А Я За Вас Сиятельного Рад Вам Памятник Стоит В Марианской Лазни Но Окружает Вас Мариен Бад Мы Встретились В Цветении Зеленым Зенит Пролил Расплавленный Металл Случайно Ли? Нет Предопределенно О встрече Этой Я давно Мечтал Но Но Вот Реальность Отличить От Сказки При Дивном Свете Не Сумел Я Вдруг А Как Суметь Существовали В Сказке Они Во Мне Самом Или Вокруг Источники Вздыхают Одиноко И Колонада Нет Достойных Слов Светет Маринбадская Барокко В Ладони Тихо Древущих Лесов Мне Дрос Продиктовал Стихотворение И Улетел Довольный В Ближний Лес Была Ли Встреча Или Навождение Мне Безразлично Это Дар Небес Вот Понимаете Дописанное Стихотворение И Очень Хорошо Дописанное Не могу Я Ничего О нем Сказать Над нему Не слышно Это другое Но это другое Йон Это другое Тут нет шаманства Но оно Помыслит И глубоко Вот Это Например Я знаю Вот Которую я вам Сейчас прочту Точка зрения Точки Зрения В окопе Даже под огнем Убийственным С надеждой Прочной Только Вдаль Смотрел В пространстве Безграничном И таинственном У времени Не виден Был Предел Но Опасаясь При ходьбе Падения Упорно В ноги Устремляю Взор Там Лишь Земля И Нет Уже Сомнения Боязнь Падения Утешение Вздор Мне В свое время В 61-м году Очень повезло Я был в командировке В Москве И попал На две Последних Репетиции 13-й симфонии Шостаковича Это было Невероятно Я вам 13-ю симфонию Могу сейчас Пропеть От начала До конца Это начало Симфонии Но самое Изумительное Это Финал Финал Пятой части Такого Ни у одного Композитора В мире нет Соло Финал Не То-то-то-ти То-то-то-то-то Знаете Финалы А у Шостаковича А у Шостаковича Вот в этой Пятичастной Сифонии Скрипка И челесто Соло Когда берем Композитории Остаз В этой Приen С probe Тихий удар колокла. Это потрясающе! Да вообще вся симфония потрясающая. Тринадцатая симфония Шостаковича. В прохлятой, мерзкой, лживой круговерти Великую симфонию создав. Поэта, композитор, обессмертил. Стихи его в симфонию вписав. Профан, я слушал от восторга Млея, Еще не зная, скажут ли успех. Какая из пяти частей сильнее, Какая восторгает больше всех Мелодией из космоса, Из места, где избранным готов Бесценный дар. Финала чуда, Скрипка и челеста, И колоколу, как вздох, Один удар. Власть разожла преград Из глобы пламя. Час репетиций, Словно день в бою. Солиста, хора, дирижера, Память я, как подарок, С той поры храню. Симфония пронзили Тьму зорницы, Надежда и предсказанный восход. Но тщетно все. Восход, успев свершиться, Забыл во тьме Испуганный народ. Неважно, юн ты Или почти на стар, Но даже в опьянении угарном, Хранив в душе, Врученный Богом дать, Быть благодарным. Пусть рок Не в каждый час тебе хорош, Но награжден ты Качеством отличным, Ни разу в жизни Даже ни на грош Не был двуличным. Все за и против Взвешивать привык В приливы счастья, В горести отливы И даже в гневе, Не забыв на миг Быть справедливым. А в заключении итог таков Нет не в пещере, А в согласии с веком. Как видишь, Просто пара пустяков Быть человеком. Точка зрения Что видел я Из своего окопа? Что мог в прицеле Танка уловить? Скупой паек И то не съев, А слопов Имел ли право О тылах судить? В деталях страшных Все бои В моем мозгу. Но избегаю О сражениях спора. Войну Я объективно Оценить могу В пределах Личных сектора Обзора Пьедестал Ничего не придумано Написано по следам Адреса Адреса Дипломы Благодарности На полу Свалив Немалой стопкой Чем не пьедестал Для небездарности И взошел На пьедестал Неробко Голос Ободрения Явственно Услышал Шутка ли? Я стал Намного выше В память О 21 Января 1945 Года Это день Моего Последнего ранения Порой Когда Спокойно Даже весело Совсем Внезапно Вспомнить Я могу И эти Груды Трупов На снегу И на Снарядных Чемоданах Месиво А мы Выпивали Перед этим Не ведая Храня Спокойный Вид Кому Из нас На этом Белом Свете О страшном Утре Вспомнить Предстоит Чемоданы Снарядные Чемоданы Это Ёмкости В которых Снаряды Хранятся На дне Танка Казалось Прочных Знаний Нет Надежней И вдруг Закономерные Потери Чем Дольше Я учусь И чем Прилежней Тем Меньше В то Что Выучил Я Верю Нередко Сразу Объяснимо Это Вдолбленное Покрылось Пылью Серой А то Что Что Было В юности Запретом С годами Ярко Засияло Верой Понимаете Это Вот это Это то что Есть Понимаете Поэтому Это же не надо Придумывать В жизни Моей Это По поводу Того Что мы Говорили Когда Надо Было Записать В жизни Моей Все Не Вовремя Сделано Глупым Подросткам В Горниле Войны Вдруг Там Стихи И Хотя Неумелые Но От Вранья Абсолютно Вольны Двум Поколениям Неведом Старательно Скрыт Так Скрывали Потери В бою В старости Вдруг Разбудили Издателей Реанимировав Юность Мою Все Не Вместилось В октаву Привычную Юностью Кончу Чтоб Тему Закрыть Я За Любую Секунду Обычную Должен Всевышнего Благодарить Люси Не Проронил Ни Звука Даже Вздоха Не Предъявлял Претензии Судьбе Когда По-настоящему Мне Неплохо Я Думаю Лишь Только О тебе Прости Меня Неспешно Время Убегает От Войны В Меня Она Порой Ножом Вонзается И Оправдание Поступкам Не Вольны И Постоянно Требуют Покаяться Доказывая Вновь Который Раз Что Выжил Это Это Лишь Одна Удача И Оправдание Выполнял Приказ Но Ведь Порой Мог Выполнить Иначе Безголвно Время Убегает От Войны Привычная Для Времени Не Новость А Я На Гребне Не Прощающей Волны Забыть Войну Не Позволяет Совесть Меня Обкатывала Жизнь Игра Прибоя С Галькою Девятый Вал Кричал Привнись Лжись Помалкивай А годы Были Как На Грех Сплошные Высокосные А я Все тот же Среди тех Кто с выступами Острыми Это где-то Конец Пятидесятых Годов Ну А вот Это стихотворение Которое Конечно Вызовет Ваше Явное Неодобрение Ну Как и любое Другое Можете Выбрасывать Выбрасывать Все что хотите Если хотите Можете оставлять В общем Это ваше личное дело Я Не причастен Кстати Сейчас В Чикаго Издана моя книга Мои Однокурсники Без моего Без моего участия Точно так же Как в Нью-Йорке Науму Достойнее Достойнее микробиолог Достойнее микробиолог Однокурсники